В торжествах, посвященных юбилею Славянского района, активное участие принимает славянская детвора. И в четвертом открытом городском конкурсе «Парад колясок-2019» участвовали, пожалуй, самые юные славянцы. Некоторым из них не было еще и года. Конечно, самую активную роль в подготовке к конкурсу играли мамы и папы, а также другие родственники малышей, которые смогли свою любовь и детям воплотить в причудливые и эффектные композиции. Андрей Вишневский с подробностями. 23 коляски представили на суд жюри зрителей-участники конкурса. Большинство из них участвовало в параде колясок впервые. Но это совсем не значит, что творения их рук и фантазии были чересчур скромными. Все долго готовились, старались, тратили время и силы, чтобы выступить достойно. Конечно, было и волнение, но приятное. Я очень рада принимать участие в этом конкурсе, который приурочен в Дню города и района. Я представляю, как сложно было жюри выбрать победителей, но для нас главное участие, поэтому почаще такие конкурсы. Девиз семьи Андрусенко, которая подготовила коляску «Папина мечта» друг за другом и горой. Такой обычай наш морской. Коляска называется «Папина мечта». Мой муж всегда хотел быть моряком, но, увы, не получилось. Моему ребенку два года, и мы решили воплотить эту мечту. Дальше мы будем пробовать еще что-нибудь. А так настроение супер, бодрое, все хорошо, прекрасно. Всеобщее внимание было приковано к греческой колеснице семьи Жванько. В ней восседали две юные конкурсантки. Еще две сестры шли рядом с необычной коляской. Мы очень долго готовились. Наш папа несколько ночей не спал, сооружал эту коляску, все придумывал. Костюмы придумывала мама, естественно. Сейчас у нас бодрое настроение. Мы готовы побеждать, участвовать и идти вперед. Под бурные аплодисменты зрителей состоялось праздничное шествие, которое, собственно, и дало название этому самому доброму и милому конкурсу. Что может быть в жизни дороже, чем семья, основанная на взаимной любви, которая продолжается в детях? Самые нежные чувства, обожание и восхищение родителей были реализованы в замечательно украшенных колясках. Громче, громче аплодируем каждому участнику. Ну, какой участник, какой у меня есть группа поддержки? После приветствия участникам конкурса от представителя городской администрации состоялось представление конкурсантов в следующих номинациях. Национальный колорит, счастья много не бывает, калейдоскоп профессии, чудо-мобиль, от улыбки станет всем светлей, безграничная фантазия. Конечно, все старались, чтобы ярче показать свои выигрышные стороны. А семья Худ не только продемонстрировала коляску розовая фантазия, но и подготовила стихи к празднику. Пусть город наш ухоженный растет и развивается, и новые в нем жители пусть каждый день рождаются, чтобы каждый год нас радовал красивыми колясками, и чтобы Славянск радостный сиял, как прежде, красками. Пока доброжелательное жюри подводило итоги конкурса, перед его участниками и зрителями выступили славянские артисты, в том числе и народный вокальный ансамбль «Комплимент». Выбрать лучших было непросто, и все же были определены призеры и победители в различных номинациях. В номинации «Калейдосков профессии» победила семья Андрусенко с коляской «Папина мечта». В номинации «Безграничная фантазия» первое место завоевала композиция «Карамелькин дебют семьи Любимцевых». Мы очень готовились, мы переживали. Ребенок неделю целую готовился костюм, надевал, ходила дома. Мы очень благодарны спонсорам этого праздника и вообще организаторам. Нам очень понравилось, было весело. В номинации «Национальный колорит» самой интересной коляской стала композиция «Урбан Бэби» семьи Ногаевских. В номинации «От улыбки станет всем светлей» победила семья Халоша и их завидный жених Матвей. Нашей семье в этом году исполняется 5 лет, 27 сентября. Ну и, конечно, так как сегодня Кубанский день семьи, мы рады, что мы заняли первое место. Мы первый раз приняли участие, нам предложили в детском саду. Вот, мы согласились, нам, конечно, помогали. Спасибо за помощь всем, кто нам помогал, в особенности детскому саду 43, поселка Вишневый. Мы, конечно, рады. Замечательная греческая колесница семьи Жванько победила в номинации «Счастья много не бывает». А в номинации «Чудо-мобиль» не было равных семье Стефановых с их коляской, самолетом, что был сделан в знак уважения к дедушке маленькой Дарины, летчику гражданской авиации. Идея пришла сразу, потому что очень любим и гордимся дедушкой. Он у нас командир воздушного судна, летчик. Вот поэтому мы выбрали именно эту номинацию, скажем так. Да, очень счастливы, рады, очень приятно. Конечно, переживали, волновались. Последняя ночь была очень насыщенной, до трех ночи. Хвост отваливался, не хотел держаться. Пришлось садить его на саморезы. Всем большое спасибо. Мы очень рады были поучаствовать. Обязательно поучаствуем еще. Все победители и призеры открытого городского конкурса «Парад колясок-2019» были награждены дипломами и ценными подарками от спонсоров. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Праздничный выпуск программы «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова